Игнать Тихонович, вот журналисты всегда задают такие каверзные вопросы, но я понимаю, люди стесняются вам их задавать, ну, я уж, вы меня не сочтите за, как сказать, за человека, который хочет что-то у вас тёмненько найти, но вдруг что-нибудь найдём, всем же хочется какого-то откровения, вот, а вы как праведник живёте аскетичной жизнью, ну, где-то же, говорит, какой-то скелет у него в шкафу есть, я вот хочу, как журналист, задать вам вот эти каверзные вопросы, как вы говорите, как Познер еврей задаёт, вот, первый вопрос, какие ошибки, промахи в жизни вы совершили? В одном вопросе сколько, тем более, я знаю, Владимир Познер, этот насмешник, кощунник, совершенно неверующий человек, и он задаёт таким людям, которые в несравненной высоте над ними, он говорит, ему это надо, а люди отвечают, я смотрю, ни один правильно не отвечают, они его воспринимают серьёзно, в этом главная ошибка, он, у него ничего нет, как у Задворного, Аркадия Райкина, это смехащество, не смехотворство, а смехащество, свойственно одному народу только, такое, всё у них, то, что в него не входит, и такие там атеисты рождаются, и здесь то же самое, какие ошибки, что-то где-то, он не знает, что такое рождение свыше, каждый человек, или он родился в верующей семье, или неверующий, когда произошло у него это, было ли крещение истинное, и крещение Духом Святым, эти вопросы-то задавать даже никто и не смеет, это только Бог будет задавать, он какую миссию-то берёт, ошибки, потому что одна часть жизни была до обращения, другая после обращения, которая до обращения, и Господь, говорит, я всё бросил, захребёт себе, и не вспомню, как искра в океане погибла, я что теперь буду говорить о том, того у меня прежнего нету, стёрто, полное переформатирование жизни человека, и так, какие ошибки были, ещё, или как, ошибки, или что? Да, промахи. Промахи, вроде что-то я делал, замыслил, пошёл, я и не знаю даже, о чём речь идёт, я как уверовал во Христа, это 1962 году было, 27 сентября, в Латвии, Венспас город, Карл Розенберг, 18-4. Моя жизнь на 100% изменилась, вся, как будто там меня никогда не было сегодняшнего, я смотрю, неужели это я мог делать, а там их на каждом шагу, эти промахи, ошибки были. Но одно только то, что я пошёл записываться в легионеры, бороться с алжиром, и для чего? Для улучшения французского языка. Ну уж дурнее, ничего нельзя было придумать, а ведь так. С детства готовился стать террористом, отомстить коммунистам, быть убийцей самому, как объявить им террор, и как сделать, чтобы не попасть, я всё время тренируюсь, заботюсь, а Господь уже приготовил, тебя будут убивать, тебя будут убивать. И то я не считаю, это не я был, это то, что родители произвели, а это то, что Господь сделал. Он родил меня заново, и та мёртвая жизнь, которая там была, хотя в этой мёртвой жизни я многое не делал, что другие делают. Меня Бог сохранил, что я ни одного матерка в 83-й год меня не сказал ещё, не сказал. Не было того, чтобы после я горько раскаивался, и там что-то осталось, или женщины не было, меня Бог сохранил то, что мать сказала. В пионерах не был, в комсомольцах не был, танцевать не учился. Я всё время только тренировался. Тогда не было борьбы без правил, а был бокс, стрельба, я в техникум и сразу записался. И успехи были, и прочее. А для чего? Для смерти. Жизнь для смерти. А теперь смерть для жизни. Вот как Бог сделал. И поэтому никаких промахов у меня не было, и не в чем было. Потому что я сразу понял, мне толковать не надо истолкованно. Я стал искать толкование. Я его нашёл путём рассуждения. Если Христос обещал быть с церковью во все дни до скончания века, 28 глава Евангелия от Матфея, то значит где-то это должно быть. А сегодня столько секты иди. Но где-то он есть. Я пошёл вниз. 130 было. В 1913 году 130 разных течений. А сегодня больше 21 тысячи. Я наконец сошёл к тому, когда церковь была единая. И то толкование, если там его Христа не было, то его нигде не было. А это уже не может быть. И то толкование нашёл, я по нему иду. И при том я не просто иду, а я отдаю всё, что у меня есть для этого. Все силы, здоровье, работу, средства, отношение к Богу, к людям. Это всё я положил на алтарь Христа. И в этом сразу у меня появились враги, друзья. Я когда называю цифру сегодня, только за последние два с половиной года мне пришлось отправить в чёрный список 16 тысяч человек. В интернете, ну я точно не знаю, но примерно 250 роликов против меня. Но моих много больше и лучше. 21 тысяча шестьсот. Только на одном канале, а их два. Уже больше. Дело не в количестве. Дело в том, что какие материалы мы даём, открыто, всё, ничего не скрываем. А те, которые нападают, у них и ни фамилии, ни имя нету. Ник, аватар там везде. Люди вокруг моей колокольни, я называю, бегают и мощатся, как маленькие собачонки где-то. Они вас называют бессовестным. И вот второй вопрос. А было ли вам когда-нибудь стыдно за свой поступок? То, что было раньше, там и стыдно, и больно, и страшно, это всё снял Господь, это уже не моё. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страдали на кресте, меня он искупил. Он отдал жизнь за меня. И теперь снова лезть туда, это не помойка, а сгнившая, мёртвая. И туда мне лезть и незачем. Я прощён, прощён я навсегда. Я в это верю. И поэтому, что Познер придумал вопросы, он никогда не предполагал, что человек до и после. И поэтому та жизнь моя, она вся негодная. С этого момента я хожу на исповедь, что не так, Бог выправит. А что не так, я проверяю на практике. Я не теоретик. И я вижу, что практически я ничего нового не приобрёл, только углублён на еду. Вот сколько я узнал за 58 лет, а с первого года я уже толкование знал, как не считая. Мне Бог как будто бы вложил туда. Я теперь нахожу до этого Златоуста, этого Блаженного Иеронима, Кирилла Иерусалимского. Правила. Я этого не знал. А ответы давал по их написанию. Я считаю в другой раз. Но не может этого быть. Вот Господь это делает. А можно сказать, что чувство стыда Господь у вас и... Я молюсь. А раз я молюсь, я не просто молюсь, а ежедневно Господь дал в 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Суды. За Майданы, за то, что совершается против нашей воли. Я за всё благодарю. О чём просить, я не знаю. Я только благодарю. Он даже болеет. Господи, если угодно тебе. Ну, тогда ты и дашь. А нет, воля твоя. Я себе не принадлежу. И поэтому о себе я буду говорить как бы в третьем лице. Только так. Я как обратился к Богу и шёл бескомпромиссно. Я за это отбывал срок. Меня арестовали не один раз. Никого нигде не... Кроме меня в Москве были, а дальше на Дальний Восток уже никого не арестовали. Моя жизнь отличалась чем-то. Тем более я реабилитирован. За мной ничего нету. У меня была завышенность какая-то в вопросах честности. Вот старое было хорошее, а я вижу, сколько было нехорошего. Жили, работали, тянули последние жилы из себя, а Бога не знали. И вот это всё пришло. Так я и отвечаю. Поэтому, если бы официально был Познар, сидел здесь, ну, ему не понравились бы мои ответы. Вы вчера стихотворение сбросили, и мне фраза «Пред зеркалом Писания одеваюсь, накачиваю мускулы». Это потрясающе просто. Я вот это «пред зеркалом Писания одеваюсь». Я думаю, вот хочется так же, как вы, одеваться пред зеркалом Писания. Понимаете, у меня стихотворение за 9 лет написано 3467. Ну, не знаю, что это за цифра. За 9 лет – это за что жизнь написал Пушкин, за всю жизнь, что написал Лермонтов, что за всю жизнь написал Некрасов и Блок. Так это меньше. За 9 лет. Так это только по количеству стихотворений. Куплет стихотворения нацентом недокончено. У меня каждое стихотворение 9 куплетов четырёхстрочных. 36 строчек. Это вот продают бумагу, печатную А4, 500 листов. Это 7 листов надо, 7 пачек. И все они у меня записаны, ни одной поправки нет. Необычная такая рифмовка такая. Это нельзя. Говорит, а кому вы подражаете? Никому. Я потом стал смотреть, зная 500 поэтов мира, я нашёл подобное у Бальмонта Константина Дмитриевича. Только у него. Вот с такой, чтобы лёгкостью, это говорилось, и захватывал такие слои, называют экстраполяция, перенос из древности на сегодня и конкретно к считающему. Я свои стихи считаю, как первый раз вижу. Вот говорят, а как вам приходят? Я в литературном институте читал, я говорю, а когда молюсь, вот как бы, как бы, как бы строка вдруг приплывает, проплывает мимо. Я сразу беру, у меня ручки лежат, тут куча их, бумаги. Я быстрее строчку записываю, всё. Иногда во время молитвы, утренней даже, вторая строчка, я опять скорее запишу. Это два стихотворения. Дальше 35 строчек, я пишу, только успеваю писать. Вы как проводник. Я таким себя и считаю. И поэтому критики, какие там у меня есть, я ни во что ставлю и не слышу. Я в другом мире живу. У них никогда ничего этого не было. И которые нападают, у них ничего нету, кроме страшной зависти и жёлчи. Ну, а всё-таки вот какое-то сожаление, вот о чём-то сказанном, или что-то вы сделали. Вот вы жалеете о чём-то? Всё там. Всё. 58 лет назад было. О чём я жалею, что было сказано. То есть доуверования, да? А теперь, ну, хорошо, я был на допросе. А допросы не просто так. А краевая прокуратура мы занимаются по санкциям ГБ, ГБ, КГБ. Я хоть раз это сказал не то что, ни разу. Такие с подвохом, внезапные вопросы. Для меня они не существуют. Я как будто сижу дома, молюсь и разговариваю с ними. А вас вербовали? Нет. Я говорю, первый допрос, и подполковника КГБ, я его вербую, если по их языку. Конкретно мне нужно показать, что именно я не понимаю. Внутренним духом моим, то, что мне Господь даёт, интуицией. Я ничего не вижу этого. Я каждый день начинаю в Яве. Вот, Господи, вечер пришёл, сколько ты нового открыл? Я этого не просил, а ты позволил. Вот вы приезжаете, делаете, там у меня глаз болел, вы так прямо, ну, родные так обо мне не заботились, как у ты, сёстра где-то. Ну, там маленько где-то, что-то, но я вижу, совершенно свободно считаю. Что спрашивать? Сколько я этих глазам мучил? Так я сижу-то сегодня, каждый день 14-16 часов, непрерывно. Непрерывно. В общей сложности, если так считать, приближается примерно к 100 тысячам часов. Только когда я издавал книги, я провёл больше 30 тысяч часов за компьютером. Каждый день мелкотёртая морковь. Вот такие вопросы. Ещё что есть? А вот вы сейчас, зная своё будущее, тогда, как говорится, напишите письмо себе молодому, вот хотели бы вы что-то, ну, вот изменить, может быть? Нет. Я только об одном жалею. Почему я раньше Евангелие не получил? Это я постоянно и каждый день говорю моему Господу. То есть на 23 года больше бы сделали? Конечно. Если бы я раньше обратился, я бы сколько ещё мог? У меня товарищи были в школе, близкие отношения в техникуме, в армии. Ну, конечно, тогда бы я по-другому ко мне относились. И всё равно я мог узнать раньше. Притом, я начинаю припоминать, когда Господь меня касался. Я мог вот там обратиться. Я прошёл мимо жестоковыйный. Тут были люди. Немцы были. Одни немцы едем со мною. И я подсел, и мы на немецком языке там песнопение поём с ними. Старик со старушкой. А я не совсем и трезвый даже. Меня везут, и я там купили вина, маленько выпил. Я божественный, я знаю Бог. Есть, без Бога, без веры в Бога я не жил ни одного дня. Но по Евангелию в 23 года я узнал. И поэтому там всё перечёркнуто, небывшее. И там купаться я грешен, многогрешен. Я на том рубеже, говорю, я недостоин. Братья мои лучше меня. Почему ты их не избрал? А они теперь через меня только узнали это всё. В Бога от вечности предузнано было. Как в 138-й Псалом Давид говорит, «Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было. Там я каюсь во всём, за каждым дней, всё неправильно, я не знал». И поэтому такое у меня сочувствие к людям, которые не уверовали в Бога. «В Библии есть в доме?» Сейчас некоторые отвечают, «Нет». И вы не считали, «Нет». «Да как же вы живёте?» Я тогда вопрос, «А зачем вы живёте тогда?» То есть это такая пустая, вредная жизнь. А я не делал, что люди делают. Я не воровал нигде. Я не курящий, не пьющий. Я грешник. И тогда меня никто не мог обмануть. Да, я не такой, как все. Я знаю, что мне гореть в аду. У меня даже порошинки не было, что я могу спастись. А что я там делал-то? Вот Господь показывал так. И поэтому самооправдания у меня вообще никогда не было. Даже, может, наоборот, нагнетал больше, тогда легче будет выбираться. Если я по большей шкале где-то виновен, потравил счёт о поле и вместо гектара за два заплачу, то мне вреда никакого не будет. То есть это я говорю о протравлении своей души. Я как огня боялся комсомола, чтобы не вступить, и смотрел на коммунистов, как на сатанистов. И чтобы убивать, я бы Джохару Дудаеву ушёл сразу. По тем временам Шамиль Басаев мой лучший друг, хаттаб там, который был бы, но только я бы сказал, меня допустим. Ну, тогда уже другая обстановка была. Тогда какой я был? Я непрерывно тренировался физически. То есть вы знали, что вы в ад попадёте, поэтому надо здесь на полную... Да, здесь я должен справедливость восстановить. А что, я не спасён? Какой я спасён? Нет. Я вечно буду мучиться в огне. И только одно было. Зачем я родился? Хотелось схватиться за голову, бежать по сугробам, падать и вопить под звёздным небом. Зачем я родился? А когда Господь мне открыл, что Он приготовил мне путь, Господи, как я благодарю Тебя, что Ты меня избрал. Я избран им. А люди, ой, какую на себя миссию берёте избран. Много званых, мало избранных. Избран. Человеку нельзя сделать то, что мне позволил Господь сделать. Никак. Это делает мой Господь. Но вот ваши враги говорят, что вы считаете себя безгрешным и что на исповедь не ходите. Я не считаю себя безгрешным. Это в первую очередь. Я знаю только одно. Рождённый от Бога не грешит. И второе. О втором послании Ян пишет. Рождённый от Бога не может грешить. То есть грех отвратителен. Это другая среда. И вот совершенно это другое. Он нас перекинул из смерти в жизнь. То есть вы избавите, выходите? Я бы мог делать поступать и говорить, и распоряжаться средствами. Для меня вот кубометрами будет доллар, тоннами золота. Я цены не знаю. У меня только одна забота. Как это всё употребить, чтобы всем было хорошо? И сделать там дороги, учителям добавить, здания настроить. Вот так. Я говорю, на исповедь вы ходите? Постоянно, каждый пост. Четыре раза в году. Считаю, этого достаточно. Я в ведении, не в ведении, в уме, в помышлении, в одни и в ночи. Во всём виновен. То есть я понимаю, какая шкала требований. Да я ничего не сделал за день, где-то я виновен. Где-то подумал, где-то... То есть он и в ангелах усматривает Господь. Есть Люцифер, Сатана. Но у него было до. Херувим осеняющий. И после, когда он стал другим. И так и человек. Это до и после. У меня наоборот, которое было здесь, и которое туда перевёл. А вот вы, когда попадёте в Царствие Небесное, ко Христу, к Христа увидите, а что вы у него попросите? То есть не скажете, а попросите. Просить нечего. Всё есть. Где Христос, там полнота. Это задаёт вопрос неверующий. Чего он может понимать в этом? Чего просить? Самое главное, что быть Вадимым Духом Божиим. Не огорчить Господа. Это всё позади. И Господь не вменяет мне то, что я где-то не так сделал. Я с Ним. Я только наполню уста мои Господи непрерывной, вечной хвалою прославления Тебя. Я увижу то, что глаз не видел. Услышу то, что слух не слышал, на сердце не приходило. И там просьбы никакой не может быть. Может быть, за кого-то попросить? Нет, вот это уже там дано и положено. Об этом просить не надо. И говорить о тех, которые там, и они там что-то будут просить, это выдумщики. Нигде в Библии нету намёка, что человек, который там, и он чего-то просит. Молиться за народ, да, мы читаем, Иеремия, и они в книге Маковейской, они молились. Но об этом и просить не надо. И так, если верующий, как вот сейчас, благословение, ты взял молиться земными поклонами? С ума сошли. Не надо благословения. А к этому благословляет меня Господь Бог, совесть моя, душа моя. То есть это доверие Богу? Полное. Я знаю, что он для меня крест мой самый лёгкий дал, какой только возможно. Я когда читала вашу книгу первый раз, я о вас вообще ничего не знала. Это, ну, почти два года назад. Я, ну, я прям плакала. Я не могла поверить, что вот рядом со мной живёт такой человек, что он столько прошёл. Ну, и, не знаю, как говорится, покорили моё сердце до сих пор. Но это не именно не плоская любовь, а это как такое вообще может быть? То есть это вот именно чудо. Чудо Божие, которое вот рядом. Не где-то там куда-то ехать, какой-то Израиль, каким-то мощам прикасаться, ещё что-то. А вот рядом. Когда вернулись из миссионерского путешествия, я помню, Людмила Степановна, все сёстры, обнимают, хоть эти мощи пощупать. Живые мощи. Подарок. Стоящий каждый подарок 750 евро. Вот и умножь. Да. Это Господь так сделал, чтобы книги... Вот сейчас я... Бывает, что-то в моей книге кто-то говорит, вопрос такой-то, выставляют здесь, я гляжу. Я считаю, как будто первый раз. То есть меня Бог сделал сосудом, трубою, глашатаем. Когда мы беседовали с Зоей Крахмальниковой, у ней на дому, она и говорит, вы трибун, вам нужна площадь, а я кабинетный работник. Я кандидат философских наук, она пишет, а я бы это никогда не написал. Поэтому вот, когда спрашивают так, ну, наверное, каждому даётся своё. Я вот сейчас мало где встречаюсь с людьми, потому что у меня здесь встречи. Новые-новые души приходят. Вот опять вчера, сегодня опять... А мы давно вас смотрим, мы уже давно стали верующими, это вы нам помогли выйти из сектантов, вот такое. А я знать не знаю про это. Сегодня только утром ответил тем, которые хотят приехать креститься. Позавчера тоже таким ответил. Но ищите, пока рядом, может быть, найдёте. Мне Бог дал бескомпромиссное служение. Я смотрю выше голов. Для меня авторитетов вообще никаких нет на земле. Нет и живых людей, чтобы я испугался его и теперь стал подделываться под него или бояться. Никогда и нигде. Поэтому я президентом, и в ООН писал в самые масонские организации к генеральным секретарям партии о том, что их ждёт и что нужно делать. Ну, и сейчас вот наши ведутся, через два часа там половина моей молитвы и что я первый раз сказал. Я сказал их, даже не подготавливаясь. И поэтому вот это надуманные вопросы позднеровского пошиба. Ну, я бы с ним, может, что-то ответил, но не на его вопросы, а знаю, что ему надо. У него веры никакой нет, он и говорит так. И поэтому он занимается не смехом, а смехаществом. Надсмехательством. Ну, это у них всё под смешку. А вот просят молиться. Да, вот один, второй, там список растёт. А вот как правильно за другого молиться? И за кого можно молиться, за кого нельзя? А вот за кого нельзя, я не знаю. Я знаю только, за кого-то молиться, а за кого-то не молиться. Нету молитвы за него. А за кого-то легко идёт молитва. Просто легко. Я определяю по тому, что мне Бог даёт. А кто-то скажет, такой-то человек, для меня это ничего не значит. Вот я молюсь фактически за всех правителей, которые здесь вблизи есть. И за Ардагена, и за Рамзана Кадырова. Но особенно сейчас вот больше всего прилагаю усилий молиться. Это за Лукашенко Александра Григорьевича. Там какие-то подписались верующие, там католики, православные подписались, несчастные люди. Да он до того и носит меч, меч, чтобы карать. А вы выше теперь что делаете? Разлагаете страну, и Александр Григорьевич поступает абсолютно правильно. И то, что его поддерживает Путин, абсолютно правильно. Не то, что я... А вот они там, это люди, может, неверующие. Но вы-то что делаете? И за кого? Вы хотите, что? А Майдан, он им сказал, получите его. На новой конституции я переизбираться не буду, он говорит. Но сейчас меня может убрать только народ. Вам меня не убрать. Меня избрал народ. Какая-то Тихановская, там она 8% что ли, и она теперь будет. Ну, как в президенты тогда было, Ксения Собчак. Я Крым сразу верну, то другое она, а сама не может вернуть в вчерашний день. Президент Света? Звучит-то как? Ну, мы-то не за... А верующие, вы это письмо читали? Верующие, да. Я прочитал. А что они хотели? Ну, чтобы не было то, что там кто ОМОН, кто там наказывает людей, дубинками бьют, кто-то погиб там. Он кидался там, бывает такое. Верующие против Лукашенко? Да. И вот они поднимают всех людей, и верующие, ну, фактически против, что он должен не принимать мер. Они там буянят, они там поезда останавливают, они там... И он ничего не должен делать. Простить. Понятие простить. При Сталине ничего бы было. А всем Сталина подавай. Ну, вот подавай Сталина. Он... Я вот его... То, что он сейчас делает, у Александра Георгиевича, не вижу ни одного дня, что было неправильно. Он герой. Он лучший президент, может быть, мира. Мое, мое мнение личное, и меня в этом переубеждать не надо. Я докажу в течение одного часа, с каким он достоинством выдерживает вот это поношение. Миллионы людей подняли против. Там Польша угрожает. Там, говорят, гусеницами ООН гремит у самой границы. А в это время Лавров приезжает. Я не политик, но я вижу, что на него нападает абсолютно зря. Ни одного обвинения нету, которое подтверждено было чем-то. И нет ни одного случая, чтобы нужно было студентов, пущащихся, пенсионеров выгонять на улицы, чтобы они кричали против. Но они там останавливают движение, их разгоняют. Они несанкционированные сборища делают. Он действует согласно Конституции. Я за него молюсь. У меня от него письменная благодарность. А можно сказать, что он народ любит, как Гитлер? Конечно. Ну, никак, как, нет, такого нет. Нет, потому что она в развалах не была страна. А вот если их сравнить? Никак нельзя. Даже близко никак. Потому что тот из глубокой пропасти поднял страну, а этот пришел к власти и жили нормально. То есть он хочет сохранить мир в стране Лукашенко? Я особенно удивился, проезжая по Белоруссии, что там никого из кавказской национальности нет. Никого. какой-то из них что-то вроде бы сделал. Он дал указание 24 часа, чтобы ни одного не было в стране. Вот и все. Я за это удивлен. А этим поступком я удивлен. И не то, что он ненавидит, а что попало, делайте. А теперь и дороги делают славянские на внешности люди. Я там был, видел. Мы молимся за всех людей, за всех правителей. По именам мы их называем, вы сами знаете. То есть бесстрашие, все-таки, вот если взять Гитлера или Лукашенко, вот это бесстрашие человека к Богу приближает? Кого приближает? Можно сказать, что Лукашенко бесстрашный, как Гитлер? Нет. Не могу я это сравнение делать. Скажут, вот видишь, с Гитлером сравнивают. Тут понятно. Нет. Если это качество, которое было там и здесь, то очень похоже. Он никого не боится. Он не боится. Он выходит везде без маски. Он выходит и могут где-то снайперы здесь. Господь его хранит. И что ваша молитва значит? Значит, мы ежедневно молимся и молимся о нем семикратно в день. Еще раз повторяю, это, быть может, лучший президент мира на сегодняшнее время. Я ему подарил книги свои через тех, кто у него рядом. И второй человек, который мне нравится, это Рамзан Ахматович Кадыров. Он закрыл буквально все щели. Нету ни взрывов, ничего нету. Это герой настоящий. Не по железке, по сердцу герой. А вот какое качество помогает им такими быть? Опять же, любовь к народу. Это на первом месте, да. Те и другие любят свой народ. По-своему может быть как, но желают, чтобы у них было все хорошо. Они любят национальные обычаи, любят свою религию. Бога-то знает, нет, будто бы Лукушенска сказал, я православный атеист. Но насколько это достоверно, это с чужих слов я говорю. И поэтому самым лучшим пониманием, если бы я его сравнил с Азал Алоизовичем, то и тогда бы напали и сказали, а вот он с кем сравнил. Вот, поэтому по отдельным каким-то... То есть все-таки любовь. А? Любовь, говорю. Да, Больше никак не назовешь. Он заботится, ездит по предприятиям, везде. Ну, видно, что он, который не так, он одинаковый, как Рамзан Кадыров, сразу снимает его, убрать его, там, министр или кто, ему власть президента, он ей пользуется. Это вот качество лидера, который вы называете, да, у них присущие все? Ну, благословен Господь, да будут они благословенны у Бога. Мне они по сердцу, и у меня от Рамзана Ахматовича Кадырова благодарственная бумага тоже. То есть, как важно принять Божьего человека, раз они вам благодарственные письма шлют, значит, они принимаются. Ну, если бы сейчас, мне говорят, а вы пошли бы в советники к Путину, пошел. А пошел бы в советники к Лукашенко, пошел. Маленькая какая-то там комнатушка, где бы я мог молиться и иногда встречаться и утренний заряд ему дать. И думаю, что у него отношение ко Христу было бы другое. Я просился, искренне просился в Министерстве иностранных дел, чтобы помогли проехать Турцию в том месте, где ИГИЛ воевали, когда в Сирии. Да вас сразу бы убили. Нет, не убили. Я молился, и мне ответ, меня не убьют. Я был на самом опасном участке, где бомбежка идет ракетами. Так там нельзя, Христе, говорить, а я бы не говорил без их разрешения. Я бы только молился. Выбрал бы место, где дали бы. Но мне поблагодарили, ответили, патриотические чувства мои заметили. Ну, дальше не пошло дело. А, вы пиаритесь там. Ну, каждый делает, что может. У меня программа определенная, что бы я там делал. Вот сегодня, если вы в Беларуси, вы считаете, что-то изменилось бы, а если бы патриархов были бы, ему только надо было слушать. Не просто так. А Путину каких качеств не хватает? У кого? Путину нашему, чтобы он был как Лукашин? Не могу я сказать, глубокой веры, желаю во Христа. Не просто сбоку, чтобы попы там нашептали, а с Евангелем. Тем более, я ему послал насчитанную Библию, архипелаг, Гулаг, послал туда ему. И он, когда в дороге говорит, я когда лечу, я могу слушать вроде, а может быть, моя насчитка у него в руках. Я не имею права говорить. Я знаю, правитель, если он крепко верующий, он должен оставить и уйти. И уйти. заботиться о тех, которые ветераны были, много убивали, хорошая пенсия. И о разведке, тем более, он сам из этих органов. Тут я ничего не могу сказать. Я просто бы сказал ему, он говорит, когда вот захватили в Норд-Оссе, я, говорит, встал перед иконой Божьей Матери на колени. Я, говорит, первый раз так молился, не знаю, что делать. Столько людей попало сразу. И Господь, видимо, показан, ну, многие погибли. А вы знали бы, что делать? Я говорю, он сделал правильный шаг. А вот верующие ждут какого-то царя. Откуда он будет? И что это за царь? Православный царь. Я хочу, не хочу, но я сошлюсь на Осипова. Хотя он мне не симпатичен, как бритый в галстуке. Галстучник. Он говорит, если примут антихриста, то первые – это русские. Они уже объявили царям, придут от Бога, он таким и покажется. Это русские примут, православные. И ввечать будет православный патриарх. Осип. А чье колено-то будет, я не могу понять. Романовых? Не знаю, говорят. Один такой был, тут приехал про меня, чтобы со мной лично встретиться. Прям позвонил, и отсюда император уже. А Путин, наверное, не знает. А я не вышел на это. Я не верю. Как вы к императору не вышли? Фотография какого-то уголовника. Бритый. Император. Стоит. Нет, даже близко не подходит. Вот на императора, если так взять, на православного, совсем мне не симпатичный, подошел бы Дворкин. Да. Или этот Виссарион. Вот это. Какой вид у него такой презентабельный. Ну, я не скрываю. Вот какая борода была у этого, у Чаплина там, три волосинки, а у Смирнова где-то. Но они ее не трогали. И они оба мне любезны этим были. А этот скоблец, сидит скоблет, 80, он старше меня, Осипов. А говорят, Дмитрий Медведев похож на Николая Второго. Может быть. Может быть. Может его воцарят. Да нет. Ну, хотя Бог знает, зачем это гадать. Я просто говорю, как мне это кажется. Может быть, я предвзято сужу. Но и программы-то никакой нет. И он угодить всем царь не может. Потому что тут много мусульман, буддистов и коммунистов. Он царь не может быть до конца искренним. Таким, каким был Михаил Федорович. Первый. Первый день Голубка стала вести так беспокойно. Это говорит о том, что она умрет. Все. Я сегодня ее пометил крестиками. И сразу из нее все пошло. Только вы уже в ограде, а я все еще головку крестиками мещу. И вот это все уже. Она приговоренная. Но буду ждать, когда умрет. Она там не взлетела. И я привез. И уже неделю, наверное, кормлю. Каждый день. Выхаживаете? Выхаживаю. И она нормально себя вела. Крестики только поставила, она сразу стала проявлять болезнь, которая не лещится у Голубей. Вертлящика. Ну, вроде бы все вопросы. Ну, все, тогда давай. Субтитры сделал DimaTorzok